Почему? Чем больше ходишь в церковь, тем больше напастей. Ну, вообще, Священное Писание говорит, например, так. Я помню, когда сам начал ходить в церковь, когда-то был такой момент. Это же интересно. Начинаешь с того, что ходишь в церковь, а потом оказывается, что ты в ней живешь, и ты выходишь иногда в мир. Ты очень страдаешь от того, что ты из церкви выходишь в мир. Церковь эта становится твоим домом. Вот, в доме все по-другому живешь. Ну, когда-то все мы начинали ходить в церковь, и так же вот мне пришли бабушки и стали говорить, вот, и жди, сейчас у тебя начнутся искушения. Вот все, вот смотри, вот сейчас уже начнутся. Они, правда, начались? Вот, я на них не заострял внимание, они, конечно, начались. И вот, когда в этот момент я прочитал слова, библейские слова, каждый, кто приступает к Богу, работать Богу, приготовь душу свою к искушениям. Вот, это меня так вдохновило, и понял, что на самом деле все это нормально. Вот, искушения, они есть, будут, и перестал на них обращать внимание. Ну, примерно, как вам сказать, когда вы бросаетесь в воду, вы же понимаете, что она мокрая. Поначалу холодная, но вообще-то вы бросились в воду именно для того, чтобы этой прохладе и предаться. Даже если на улице, скажем, плюс 40, и вы не на турецком побережье в теплом море, прогретом или бассейне, а в нормальных, так скажем, русских условиях, то в любую речку, озеро, пруд вступите, и вы почувствуете холодную воду. Но ведь это и замечательно. Вы вступили в эту холодную воду, чтобы хоть немножко от жары отдохнуть. Вода мокрая и холодная. Вы в ней болтыхаетесь, через час вы понимаете, что она как-то уже совсем не очень уютно и комфортно себя чувствуете. Вы ходите на берег и понимаете, как здорово, жарко, солнце светит. Хорошо, хорошо, что не только вода. Вот, поэтому вот искушение – это как сопровождающий некий духовный процесс явлений. Ты просто не замечаешь это. Можно сказать, вот искушение, какое солнце светит, вот искушение – вода холодная. Вот, как жить, как жить жаркое солнце, холодная вода. Ну, вот люди прекрасно, они испарились все, бросились, покупали, вышли. И вода для них радость, и солнце для них радость. Вот, у кого-то ветер дует, если его вовремя к нему прибегать и пользоваться, и он хорошо. Вот так же и искушение. Они – неизбежная часть жизни человеческой, не только духовной, жизни человеческой. Но в церкви, мы, когда приходим в церковь, почему мы начинаем замечать, что больше напасти? Потому что мы, придя в церковь, ожидаем, что сейчас у нас будет идеальная жизнь. Она не начинается идеально. Вот тут ждали идеальности, идеальности нет. Вот тут ждали успеха, успеха нет. Вот тут ждали, какая-то вот беда пройдет, она не прошла. И вот эта разочарованность нашу, не сложившимся успехом, каким-то фейерверком успеха, мы и говорим, появились напасти. А если мы посмотрим, а что, раньше не было напасти? Вот мы как, пришли в церковь и сразу заболели? Мы пришли в церковь и сразу у нас все горе там свалились? Нет. Просто, скажем, смерть моего отца совпала с тем, что я пришел в церковь. Но папа-то умер бы в любом случае, приди я в церковь или не приди. Но поскольку это совпало с церковной жизнью, у меня есть возможность теперь за него помолиться, его отпеть. Случись это раньше, у меня бы не было такой возможности. Или, скажем, приходной церкви совпал с тем, что я заболел раком. Так я и так бы им заболел, любой врач скажет. Это давно зрело, вот, обнаружилось не с церковью, это связано. Но теперь, находясь в церкви, я знаю, как с этим бороться. У меня есть теперь таинство соборования, таинство причащения. Есть Тарасково, куда можно съездить, помолиться. Я могу с этим бороться, я вооружен. А вот если бы это случилось раньше, я бы не знал, что с этим делать. Мой ребенок начал играть на компьютере, вот, его там сделали замечание, чуть не выгнали или наставили на какой-то там, на второй год в классе. Нет, он давно вот шел этим путем. Просто я-то думал, что все будет хорошо, а то, что я его не воспитывал все эти годы, это было и так. Но теперь в церкви у меня есть механизм, как с этим бороться. Надо просто изменить, изменить точку зрения к тому, что происходит. Увидеть, для чего нужна вода или чего нужна солнце. И тогда все станет на место. Это не напасти свалились, когда я пришел в церковь. Они обнаружились, я на них обратил внимание, или они объективно обнаружились, но не раньше, чем я пришел в церковь, а именно теперь, когда у меня есть возможность все эти проблемы решить. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и подпишись. Это не на нём детстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...